Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Когда учился, встретил девочку, провстречались полгода, поссорились, сердца шлиф. Пятый год без отношений, пытаюсь найти, но не получается. Парень, не парень, я добрый, хороший, работаю курьером, девочки таких не любят. Я не вижу в себе ничего хорошего. И вдруг лучший, начал в себе девушку. Всё хорошо, умная, красивая, уже год. У меня ничего, чувствую себя как полный ноль. Здоровье плохое, даже права на машину получить нельзя. Какой я девочке такой нужен? Уже устал приходить в пустую квартиру, где тебя никто не ждёт и где накрывает это состояние. Ухожу от всех, не знаю, что делать. Даже сейчас я скрылся от всех. Собственно, первое, на что нужно обратить, наверное, ваше внимание. Первое. Это на то, что вы привязываете свою нужность девушкам к какой-то такой, я бы сказал, материальной составляющей, материальной компоненте. И тем самым обеспечиваете себе в общем и целом, ну, как бы то, что вас воспринимают по факту, как неуспешного. То есть, почему человека воспринимают как неуспешного, да, с чем это связано? С тем, что человек в первую очередь позиционирует себя сам так. То есть, человек сам себя как бы позиционирует как, как, ну, как неуспешно. И это даёт возможность другим людям относиться к нему вот так, как человек сам о себе думает. Ну, по большому счёту, к сожалению. Вот. Это первое. На штуку хочется обратить вам ваше внимание. Второе. То есть, вы себя очень-очень сильно, на мой взгляд, обесцениваете. Вот прямо очень сильно вы себя обесцениваете. То есть, у меня такое ощущение, да, что вот вы изначально уже себя обесценили. Ну, вот прямо, прямо вообще, вот, ну, максимально. То есть, вот насколько можно, да, настолько вы себя обесцениваете. И это, вообще-то, 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 говоря, серьёзная проблема. Поэтому, что может сделать психолог здесь? Во-первых, поработать с вашей самооценкой. Вот. Культивировать, ну, культивировать, культивировать в вас чувство любви к себе. Вот. То есть, ну, научить, научить, научить вас себя любить, да, как минимум. Вот. И, в общем-то, изменить, конечно, подход, изменить подход к знакомствам с девушками. То есть, понятно, что мы не знаем, как вы строите отношения. Вот. Мы не знаем того, как вы это делаете. Мы не знаем того, как вы, ну, вот, например, да, поссорились, там, допустим, ну, со своей, вот, первой самой девушкой. Мы этого всего не знаем. Вот. И это всё надо поисследовать в любом случае. Вот. Потому что, вполне возможно, что ссора и расставание с девушкой, ну, вот, вашей первой, это самое, как-то на вас, вот, так вот, ну, скажем, так негативно. Ну, повлияло. Вот. То есть, 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 вот, такое у меня ощущение, есть такое у меня ощущение, что, вот, как-то очень, ну, сильно. На вас это повлияло, вот. Ни в коем случае, ни в коем случае не хочу сказать, что на вас это не должно было влиять, да, то есть, ни в коем случае не хочу сказать, что, ну, что вот, что вам должно быть всё равно. Просто хочу сказать, что причины ссор, причины ссоры и то, как вы расстались, крайне важно проанализировать. Вот. Просто для того, чтобы вы, вот, ну, сами увидели это, заметили, ну, вот, во себе какие-то моменты. Вот. И чтобы вам было, самому, как-то вот, ну, проще, да, и понятнее. Вот. Потому что, ну, вот, сейчас есть такое ощущение, что, вообще, вы себя очень-очень обесцениваете. Вот. Вот. Очень важно, на мой взгляд, ещё один важный момент подчеркнуть. Когда вы говорите о том, допустим, что вы сейчас, на данный момент, ищите девушку, да? Вот. Вот. Очень важно, на мой взгляд, понимать, из какого чувства вы это делаете. Вот. То есть, из какого чувства сейчас, на данный момент, я ищу девушку. Вот. То есть, как я это делаю? Ну, вот, сейчас, как я себе, значит, ну, подбираю девушку, да? Потому что, по единственным ощущениям, опять же, есть такое ощущение, что вы это делаете, ну, не таким корректным. Вот. То есть, вот, вы центрируетесь на том, например, вы центрируетесь на том, что вы работаете. Это важно. Но девушка, которая будет с вами, допустим, допустим, из-за того только, что вы чего-то добились, это, ну, вообще говоря, отношения, это меркантильные. Вот. То есть, вот это нужно понимать. Я не думаю, что, ну, что вы хотели бы таких отношений, меркантильных. Вот. То есть, я думаю, что вы хотели бы отношений других. Ну, если вы хотите других отношений, то замечательно, что вы хотите, ну, других отношений. Ну, так тогда вести себя нужно, на мой взгляд, ну, соответствующе. Вот. То есть, вести себя нужно тогда в таком случае, как человек, который заслуживает такого отношения. Если весь ваш интерес, это только сравнивание себя, ну, вот, допустим, с другими людьми, а у меня такое вот ощущение, как раз возникает, что весь ваш интерес, да, это вот сравнивание себя с другими людьми, то, конечно, к вам будут относиться, ну, вот, вот, вот так. Вот. И, соответственно, это нужно в первую очередь корректировать. То есть, развивать к себе более ценностный подход, смотреть на ваши интересы, вот, которые у вас есть в первую очередь, да, которые вы сами, вот, ну, могли бы, скажем так, ну, генерировать. И уже, исходя из этого, двигаться. Вот. А когда вы, ну, вот, когда вы сводите, по сути, вы сводите всю свою ценность только к тому, чего я добился, да, ну, вот. Насколько я успешен и так далее, то, ну, естественно, как-то вот место здесь для, ну, допустим, вот, интересов ваших, его просто не остается. То есть это, на мой взгляд, ну, очевидно, совершенно. Вот. Поэтому я думаю, что очень хорошо, что вы обратились к нам за помощью. Очень хорошо, что вы понимаете, что вам нужна помощь, эээ, эээ, психолога. Вот. Очень хорошо, что вы понимаете, что вам эта помощь нужна. Но мне также кажется, что вы не сформировали, не сформулировали сейчас вот этот вот момент, да, вот. Вы не сформулировали сейчас для себя вот этот аспект, значит, как бы связанный с тем, вот, допустим, хочу ли я меняться, вот. И если хочу, да, то как я хочу меняться, вот. Хочу ли я меняться, потому что, ну, именно, именно через изменения ваши, но изменения опять же, да, не для того, чтобы обязательно вот как-то, ну, девушку найти. А изменения, в принципе, для себя самого, помогут вам достичь, во-первых, раскрытия ваших способностей. Потому что есть ощущение, что вы не просто, вот, что называется, такой вот, знаете, как вы сказали, добрый человек, да, вот. То есть, есть ощущение, что речь не в доброте вашей, как таковой. Есть ощущение, что ваша доброта, в принципе, связана с тем, что вы, ну, вот, грубо говоря, не можете по-другому. То есть, я добрый, потому что, условно говоря, боюсь, что если я не буду добрым, да, вот, то люди просто вот, ну, как бы не будут, например, со мной общаться. Ну, допустим, вот, вот, как вот такой, ну, как вариант такой, да, вот. Хотя, что там, грубо говоря, мы, ну, понимаем, да, что это немножечко не доброта, вот. То есть, мы понимаем, что это не совсем про доброту, ну, вот, как бы в данном случае, вот. То есть, мы понимаем, что это больше про страхи, ну, вот, именно, конкретно, да, про ваши страхи больше речь идёт здесь прямо. Вот. И, соответственно, я бы сказал, что вот это может быть ключевым аспектом для, ну, для психотерапии. Вот. Как мне видится. Ну, а решать, конечно, уже вам. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь. Это вам поможет, да, и укажет основное направление, как бы для того, чтобы дальше делать. Сейчас я рекомендую вам, а, обратить внимание на свои интересы, б, проанализировать, как вы знакомитесь с девочками. Это то, что вот вы можете сделать сами. Удачи вам, обращайтесь. Удачи вам это – если защиты это очень на Lower N askedы М science. Продолжение следует...